Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас второе занятие. Меня зовут Ольга Лисицына. Почему я лысая, я рассказывала позавчера, поэтому, если интересно, можете посмотреть. Я писатель, публицист, просветитель. Пишу под псевдонимом Фьора де ла Вита. О чём мы говорили вчера? Мы вчера говорили о землянах, о планете Земля. Сегодня хочется продолжить эти темы. Но вы знаете, как говорится, Москва и москвичи, вот у меня такая пришла ассоциация, также и земля и земляне. Значит, вчера мы начали говорить о том, что у человека семь тел, одно физическое, три низших, тонких, смертных, и три высших, бессмертных. Об этом мы будем говорить более подробно в последующих наших занятиях. Мы говорили о том, что тело желаний, низшее, у человека созревает к 14 годам, поэтому вы, молодёжь, и мы, когда мы подошли к этому возрасту, имели достаточно конфликтные ситуации, и классические писатели наши, классика, всегда говорили, что есть конфликт отца и дети. Но конфликт есть, бунт, непринятие только в том случае, если, когда есть незнание. И только знания нам помогут идти по жизни, по ситуациям, каждого дня наилучшим образом. Поэтому мой проект «Мудрость жизни-21», где мы собираем мудрость со всей жизни во все времена, и мультиканал «Мудро-21», который есть на Ютубе, Телеграм-канале и ВКонтакте, я скоро перееду, потому что я вижу, что Ютуб замедляется, а все передачи там будут транслироваться в том числе. Мы говорили о Вселенной, и то, что Вселенная, по сути, это и есть природа, проявление Вселенной на планете Земля – это природа, у которой мы можем учиться и которую мы будем изучать. Потому что одно то, что мы можем познать на уроках биологии, химии, физики, и совершенно другое, нематериальные, духовные, тонкие, высокие знания, которые нам передают мудрецы, философы, мыслители, которые жили всегда на планете Земля. Так, о переходе мы говорили в предыдущих занятиях над землям в эпоху водолея. И, соответственно, опираясь на знания, мы можем, как я говорила ранее, идти пожизненно и лучшим образом. И остановились на том, что молодой человек 21 века имеет уникальную возможность получать знания без границ. Интернет, новые технологии дают нам эту возможность. И, по сути, мы можем задать любой вопрос и получить любой ответ. Вчера на первом занятии я гуглила и смотрела, и мы с вами читали, что такое Вселенная, что говорит об этом интернет. Но вы знаете, сегодня с утра, когда я готовилась к нашим занятиям, к нашей передаче, я поняла, что Википедия на сегодняшний день не является свободным, обширным. Обширным – да, свободным – нет, и правдивым, истинным – тоже нет. С одной стороны, идея была прекрасна создать информационный ресурс, на котором любой пользователь может написать, дописать, изменить статью, предложить статью. Но со временем я обратила внимание, что как все СМИ сегодня, скажем, пляшут под риторику западного глобального проекта, так, естественно, и Википедия не могла пройти стороной. Как я об этом узнала первый раз и обратила на это внимание? Мы говорим на наших занятиях, что век живи, век учись. Был период в моей жизни, где-то 21-22 год, когда я активным пользователем была в такой соцсети Tinder, сеть знакомств, которая тоже по всему миру. И, с одной стороны, сначала она создавалась в том числе и под эгидой купидонов, ангелов, жителей тонкого надземного мира, невидимого, которые отвечают именно за дела сердечные у нас, у землян. Но потом, как все, что создает человек, он опускает значение, чистоту, вибрации, концентрацию чистых знаний, чистых идей и помыслов. Потому что люди, земляне на сегодняшний день несовершенны, и есть люди, которые ищут знания, чтобы достичь максимального совершенства возможного для той или иной личности, индивидуальности. Но есть люди, которые еще пока проходят опыт и бродят в катакомбах собственного невежества. Так вот, я познакомилась с одним финном, я рассказывала, что я жила в Швейцарии ранее, год как вернулась и живу в России, в Сочи, поэтому я такая загорела. И мы познакомились, он жил в Цуге, работал, потому что в Швейцарии 25% это экспаты, это люди, которые приезжают из-за границы учиться, учиться, работать, потому что им нравится Швейцария, маленькое, спокойное, нейтральное государство. Я надеюсь, что Российская Федерация скоро будет тоже такой спокойной, милой гаванью для тех людей, которые хотят избежать и последствия различных несвобод, которые сегодня на Западе существуют. Так вот, мы говорили о ЛГБТ. И он мне сказал такую вещь, когда я как бы свою риторику предлагала, говорила о том, что у природы животные, что люди имеют разум, то, что я и вам все время говорю, имеют свободу выбора, разум нам дали 15 миллионов лет назад, и каждый человек выбирает, кому ему любить и с кем любовью заниматься. На что этот финн, сейчас не помню, как его зовут, сказал мне о том, что я не думал, что у тебя такие, типа, традиционные, ужасные мысли на тему, что мужчина может заниматься сексом с другим мужчиной, а я это объясняла, что это задний проход, что это не свойственно физиологии человека, что заниматься любовью с большой буквы, и в книге он и она, мы об этом именно пишем, что такое высший аспект, как это любить и взаимодействовать с людьми по высшему аспекту бытия. И я говорила о том, что у животных, у них нет разума, они живут пока что инстинктами, это жизненная волна, которая на планете Земля является самой близкой к человеку, но является животным миром, то есть разума у них нет, у них есть инстинкты. И мы вчера говорили, как весной пробуждается природа, и я также аргументировала, что весной начинается между животными инстинктивный в каких-то там, скажем, стаях это там называется, ну, по-разному, да, у каждого животного. Вот, например, у кошечек и собачек это домашние животные, которые с нами живут. Мы знаем, что, например, у собачки, если идет течка, это как бы кровь, этот запах призывает самца, и самец приходит. Вы знаете, у кого есть собаки, сучки или кобельки, когда вы с ними гуляете, что происходит, да? Почему именно весной пробуждается природа? Мы вчера говорили о растительности, сегодня мы будем говорить о животном мире в том числе. Потому что летом, когда тепло, когда достаточно еды, когда достаточно солнечной энергии, достаточно всего, природа, мироздание дает нам всего достаточно, чтобы волна животных могла воспитать, выкормить свое потомство. И осенью обычно уже птицы учатся летать, и, соответственно, животные уже выросли, они растут намного быстрее, чем человеческое потомство, человеческое существо, для того, чтобы именно осенью они уже, у них и шерстка была, и у них уже навыки появились. Например, если мы говорим там волки, чтобы они уже начинали, их родители львят, тигрят, тоже начинают учить, охотятся и все остальное. Ну, понятно, что крупные особи растут чуть дольше, но, по крайней мере, их роста хватает для того, чтобы жизнедеятельность этого организма, этой сущности, существа, которое явлено на планете Земля, было достаточно. На что мне этот финн говорит? Так нет, посмотри, вот в Википедии написано, что у животных есть тоже пи***. Я говорю, слушай, ну быть такого не может. Я не представляю, чтобы слон занимался этим со слоном. Ну, да? Или жираф с жирафом. Он жираф, он жираф. Вот. Или там кошечки, если мы будем говорить, учитывая то, что у нас все-таки канал 14-18+, да? Мы понимаем, что мужчины, это значит гомосексуалисты, да, называются, а женщины называются лесбиянки, ну, по крайней мере, в простонародье. Я говорю, я не представляю, что какая-то кошечка будет лизать кису какой-то другой кошечки. Ну, нет, кошечка лишит шерстку. Вот это вот лизание, это натуре, это природе, это противоречит. Итак, я исследователь, на те времена уже была, я посмотрела. Эта статья опубликована сейчас по памяти, или в 91-м, или в 99-м году. То есть, что происходит? Происходит, что в ресурсы, которые в открытом доступе, есть люди, которые создают программы, например, продвижение LGBT-повестки на Западе, да, и они под это начинают менять, подписывать вот эти все различные информации. Поэтому, с одной стороны, у нас свобода слова, но давайте не забывать, что у нас есть и свобода выбора. И, соответственно, каждый человек, осознанный, помо-сапиенс, может анализировать и, по крайней мере, из нескольких источников смотреть информацию и размышлять. Чему мы будем учиться? Мы будем учиться и познавать, и осознанности. И вот, когда я вернулась в Россию, и у меня вот этот пунктик антивикипедия, потому что во всем наш мир дуален, да, то есть мы имеем возможность по высшему аспекту жить, по низшему или находиться в нейтральном состоянии. Но в нейтральном состоянии находиться долго невозможно, потому что движение – это жизнь. мы тоже об этом говорили. В космосе движется все. А так как как наверху, так и внизу, соответственно, человек – это тоже определенное мироздание, целая вселенная, и поэтому то, что происходит у человека, он выбирает закон свободы выбора. Куда инвестировать свое время? Тупо играть там во что-то или получать знания. Но тупо играть во что-то, это тоже навык. Навык взаимодействия с мирами несуществующими, с мирами тонкими, учиться, как вот это, скажем, какая-то там аватар тела двигается. Вот у меня сын старший, он очень много играл в различные игры, сейчас не будут перечислять, там пиарить и все остальное. Я раньше это не понимала, и у меня когда были с ним битвы за невыполнение домашнего задания, я там провода забирала у компьютера. Ну вот это все классика жанра начала двухтысячных годов. Но сегодня как человек мыслитель, яснознающий, ясновидящий, я получила навык, сама инвестируя свое время, свой ресурс в обучение, видеть причинно-следственную связь. И когда я иду по городу Сочи и вижу, что все люди с телефоном в руках, если еще год назад я говорила гаджеты, надо сознание людей оттуда вытащить, а с другой стороны, вот я общалась со своей приятельницей Натальей Андрейченко, я ее заразила, она написала книгу сейчас на эстэ, ее сдала биографию, и мы говорили о чем-то, и она говорит, Оля, как сократилось время, я за день успеваю только одно дело сделать, а я говорю, это с одной стороны, а с другой стороны, представляешь, сколько людей, которые творят негатив, пока не успевают только одно негативное дело сделать, и также с гаджетами, мы получаем навык, вот я сейчас получаю в шедеврами навык, как это создавать, сначала было слово, да, мы пишем слово, там через запятую, хэштеги, а потом мы видим, как, да, нейросеть нам показывает, как это быть мыслителем и созидателем, и как это творить свои миры, этот навык мы получаем через гаджет, гаджет и соцсети нас научили получить быстро информацию, люди сейчас уже начали отсеивать и разделились, кто какую информацию хочет получать, все больше и больше я вижу и слышу, что очень много людей не смотрят телевизор или смотрят очень выборочно и очень редко, как я, мне иногда, когда я куда-то очень сильно летаю, думаю, дай-ка я новости посмотрю, чтобы заземлиться, но опять же надо быть в курсе событий, и когда я смотрю новости, я вижу, особенно сравнивая в 14 лет прожив в Швейцарии, какие новости давались там и о пандемии, и о начале специально военной операции, и какие, какая информация дается здесь, я вижу, что здесь мы можем знать все, что происходит в Америке с бедолагой Байденом, все, что происходит в Евросоюзе и все остальное, вот здесь именно намного больше свободной информации, но она, естественно, тоже каждый клан, каждый эгрегор, да, эту информацию как-то либо концентрирует, либо нивелирует, о конденсации, вибрациях мы тоже будем говорить, я вам буду давать эти определения, потому что я понимаю, что я вчера на первом же занятии сразу нырнула и начала сыпать какими-то словами, но со временем невозможно за одни сорок пять минут дать все те знания, которые накоплены веками на планете Земля и которые я годами, десятилетиями тоже копила, и вот сейчас готова с вами делиться. Так вот, сегодня с утра я поняла, что вам надо рассказать о нашей прекрасной инициативе российской, с которой я столкнулась осенью, так как я понимала, что Википедия что-то не то, не то, вот, общество знаний, мне об этом рассказали, инфомир через культуру ялтинская, с которыми я сотрудничаю, также те знания, которые они собрали, и конденсировали весь этот синтез знаний мы тоже перекладываем на страницах наших книг в том числе. И я записалась в Российское общество знаний на обучение, потому что это волонтерская организация, создана она была еще в середине века 20-го, там, в 1900 каком-то году, это как у нас вот были советские энциклопедии, да, также и общество знаний существовало. Потом оно затихло, когда Советский Союз распался и к нам пришли бывшие братья американцы и тут управляли и все делали, по сути у нас тоже была такая историческая возможность и вероятность свалиться в колонию западных, так сказать, держав, от слова держать, а на коротком поводке, ну, слава Богу, в новую эпоху 2000-го года пришел управитель, у которого достаточно знаний, опыта, в том числе кармического опыта, те воплощения, которые человек проходил и тот навык, который он получал. Кстати, в нашей книге или пятый или шестой, я не знаю, я отвечу на один запрос одного человека, очень известного, потому что и в пятой, и в шестой книге мы будем описывать прошлые воплощения известных людей на планете Земля, и возможно, что я посмотрю и напишу мою версию происходящего, прошлых воплощений нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Итак, сейчас не помню, какой это был поток общества знаний, но вот в 2015 году я вижу, что Владимир Владимирович издал указ о поддержании, о развитии общества знаний, и оно получило новое дыхание. Соответственно, очень жарко. Восемь утра в 33 минуты очень жарко, просто ни ветерка, ничего. Вот. Соответственно, что сейчас происходит? Вы видите, очень активно общество знаний. Они делают для волонтеров обучающие программы. Я там уже зарегистрировалась, как Фьора де лави, но так как у меня очень много времени уходило на то, чтобы корректировать книгу, я получила определенные знания. Уже даже статью хотела одну написать. Хотела написать о городе Старый Оскол, где я была счастлива, где жили мои бабушка и дедушка. даже скачала в Кровеческом музее документальную книгу о Старом Осколе, прочитала ее по вертикали, как год целый этот город был в оккупации, как угоняли молодежь в рабство, как там есть дневники партизан, какие они сложные решения должны были принимать против предателей и трусов, как дедушку еврея 93 года, которого знал весь Старый Оскол, он был доктором, как его вели на расстрел, потому что он был пожилой, и это пишут ну как бы с разных сторон, да, там именно документальные свидетельства. Я была в шоке, я лежала в лежку три дня, то есть вот этот весь груз, вот эта вся тяжесть, вот эта вся энергетика меня просто накрыла, как говорится, медным тазом. И я сказала, нет, подождите минуточку, я пока не готова, вот, и ну я вот уже посмотрела, как раз сейчас, когда смотрела информацию в обществе знаний, что будет открываться новая учебная группа как раз в сентябре, и я в неё обязательно пойду, потому потому что я вижу, например, мы вернёмся и будем говорить о планете Земля, здесь, естественно, подаётся те знания материальные, которые известны миру, но я, как человек, яснознающий, собирающий мудрость жизни во все времена, я понимаю, что есть и также глубокие теософские знания, которые нам пришли через Елену Петровну Блаватскую, семью, Рерих, мы говорили тоже вчера об этом, и не только, вот, например, я сейчас читаю книги Макса Генделя, там очень всё, просто очень всё, те знания, которые у меня уже был пласт, да, они не глубоко, а высоко и легко и просто объясняются, и я, естественно, тоже буду с вами ими делиться. Так вот, вернёмся к Земля и земляне, статья из Общества знания, я посмотрела, очень много авторов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь авторов. Последний раз редактировалась 17 дней назад, вот, Лев-Лев, есть такой автор зарегистрирован, и здесь, естественно, тоже первоисточники указаны, это я уже, когда училась в Обществе знаний, на уроках нам объясняли, как формировать статью, как получать, откуда брать знания, и как их оформлять. Здесь вот и магнитное поле Земли, вот это все указано. Ну, давайте начнем с самого начала. Земля – это третья планета Солнечной системы, Солнце. То есть, у нас есть Солнце, рядом с ним самый близкий, маленький самый, Меркурий. Все о нем знают, потому что сейчас очень модно говорить о ретроградном Меркурии, все такое, все такое. Вот. Но, на мой взгляд, Меркурий – это спутник космического тела под названием Солнца. Мы ему даем сейчас определение звезда. Потом мы, когда будем разбирать Солнце, естественно, все будем изучать на тему Солнца. Но пока нам надо изучить Матушку Землю и нас, землян, на ней. И будем идти вот так параллельно, потому что хотелось бы с вами, с молодежью говорить о житейском, о насущном, о том, что вас интересует. Но говорить, например, о проблеме вашего дня, не давая вам коренных знаний, высших знаний, о том, как существует мироздание, очень сложно, потому что мы привыкли жить и существовать из обывательской парадигмы, из того, что нам говорит материальный мир. Но так как мы должны переходить в высшие сферы понимания и ментальные наши сферы высшие, жить по высшему аспекту бытия, поэтому надо познавать и высшие законы, законы мироздания, космическое право, потому что незнание законов, даже юридически, даже гражданское право, не освобождает от ответственности. И когда люди по незнанию нарушают законы мироздания, законы бытия, им приходит карма, приходят двойки, сначала звонят колокольчики, пожалуйста, не делайте так, а потом колокол шарашит по башке. Я где-то в интернете видела такой классный мем, там говорится, почему у русских нет бумеранга, и был такой классный ответ, а зачем русским бумеранг, если у них есть грабли? То есть есть прекрасная русская поговорка, что люди все время наступают на одни и те же грабли. Почему так происходит? Потому что не хватает знания, и мы эти знания, благодаря обществу знания, в том числе, будем получать. Значит, Земля третья планета Солнечной системы, и единственная, на которой, согласно современным научным представлениям, мне очень нравится эта оговорка. Мы будем с вами тоже говорить развитие знаний от мифологии, религия, наука, и теперь мы будем получать высшие знания. Значит, единственная, на которой есть жизнь. Земля образовалась около 4,54 миллиарда лет назад. То есть, это мы уже делали химический анализ, и это более-менее достоверная информация. И вскоре после этого приобрела свой единственный естественный спутник – Луну. И вот здесь я вернусь к предыдущей фразе «согласно современным научным представлениям». Почему я так говорю? Потому что теософские, эзотерические, что такое эзотерика? К сожалению, это слово сейчас просто все изгадили. Эзотерика – это значит тайные знания. Согласно тайным знаниям, Луна – это мать Земли, а Солнце – это отец Земли. И вот как в первом моем эфире, где было знакомство, я рассказывала, почему я подстригалась на лысо, я сидела на берегу моря, соответственно, на матушке Земле, разговаривала со своим отцом Солнцем и бабушкой Луной. Я Луну зову бабушка. Сказка «Колобок» мне очень нравится, потому что я считаю, что это эволюция и планетарных, космических тел, и эволюция человека. Как бабушка с девушкой по сусекам поскребли, собрали материю, создали колобок, планетарное тело, и этот колобок пошёл путём своей эволюции. Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, от тебя и подавно уйду. Теперь это вообще мой любимый девиз, потому что я захожу в то или иное общество, в тот или иной даже религию, я была и в православной религии, и изучала другие религии, но я остановилась на сегодняшний день на теософских знаниях. Что такое теософия? Теософия это познавание Бога, Тео. Бог, создатель, София, познавание, философия, любовь к Богу, познавание этого. Но где не частный Бог, а где Бог, создатель? Логос отец, логос мать. У нас есть такое понятие, как Матерь мира, но учитывая то, что мужское поколение приватизировало себе всё на планете Земля, и этим перекосилось, потому что мы должны быть в гармонии он и она. Поэтому так называется моя книга, чтобы мы получили и опять зашли в баланс между мужским и женским. Так вот, Вселенная, вчера мы об этом говорили, материя это женская энергия, логос, отец, слово, код, проект это мужская энергия. И вот знак планеты Земля это круг, материя идеальная и крест, женская материя и информация под знанием мужская. Вот они пересекают равносторонний крест. Я говорила, когда рассказывала о Швейцарии, 1 августа я делала эфир, на ютубе он есть, это день рождения Швейцарии и у них прекрасный флаг, квадрат красный и белый равносторонний крест, который говорит о равновесии, о балансе, о гармонии, чему насочет жизнь, гармонии во всем. Так вот, Луна, мы будем отдельно делать целое занятие по Луне. Почему с нашей точки зрения это планета, которая была, прошла свой этап эволюции, на которой мы, люди, проходили жизненную волну в животном воплощении, там была другая материя, человечества, которые были людьми на планете Земля, стали нашими ангелами и архангелами, мы будем говорить о волне и инволюции в материю, эволюции, опять в дух, в знания, в мысли, которые невидимы, их нельзя потрогать. И еще о Луне что хочу вам сказать, то, что и материя там была другая, и программа, и проект был другой, но на сегодняшний день, вот обратите внимание, планета Земля цветущая, 71% на планете Земля это солевые морские поверхности, имеется в виду океан и моря, и только 30% это 29% это материки, соответственно, горы, озера, реки. Так? И когда Луна движется, она каждые два с половиной дня переходит в новый знак, она таскает за собой вот это вот еще притяжение всю воду, почему у нас есть приливы и отливы, подробнее мы будем говорить об этом, когда будем, у нас будет целое занятие по Луне, если мы в одно занятие уместимся. Соответственно, почему такое взаимодействие, почему у нас 28 недель, ой, месяцев лунных, 40 недель земных, беременность. Почему лунные циклы у женщин? Потому что Луна наша бабушка. И сейчас практически это труп нашей бабушки, которая нам еще нужен. Он там может быть за не знаю миллиарды или там сколько-то миллионов лет растворится. зачем еще нам нужен этот тело космическое, труп, не очень красивое слово. Наша бабушка, любимая бабушка, зачем нам нужна? Я тут в интернете недавно услышала такой вопрос, задавали одной женщине, не буду никому давать оценки, потому что каждый идет своим путем. Может ли быть возможность на тему метеоритов, которые могут повредить Землю. И вот здесь в обществе знаний, когда я пробежалась, посмотрела, здесь говорится о том, что были у нас динозавры и они погибли из-за метеорита. Я могу сказать так, если человек опирается на материальные знания, то так оно возможно для них и было. Но если мы понимаем, что космос это сам разум и в космосе ничего не может произойти вопреки проекта Логоса. Да, у нас есть закон свободы выбора, но у нас есть тропинки, варианты развития событий, потому что эти тропинки мы тоже наработали в предыдущих воплощениях, а мы выбираем, да, то есть какую тропинку выбрать. Я вам тоже потом, когда мы будем говорить о карме, о реинкарнации, о предыдущих воплощениях, я на примере своей жизни буду делать вам диаграммы и вы своих жизней будете видеть и понимать это достаточно легко этот алгоритм понять. Так вот, Луна матушка нам нужна, бабушка, для того, чтобы она на сегодняшний день, вот у нас мы ее чем держим еще? Вот этим ядром магнитным, да, то есть сердце магнит, почему я в Россию вернулась, к России матушке, ядро планеты Земля держит соответственно уже остывшее, да, неактивное, уже мертвое, но, скажем, ядро Луны, потому что Луна работает как щит, она вокруг Земли летает, и если неразумные глупыши, какие-то астероиды там летят, вот, она принимает это на себя, эти все удары, вот, а ничего большого к нам прилететь не может на сегодняшний момент, потому что мы сами прекрасно справляемся с самоуничтожением, а в двух словах, одна из самых, вот, у нас четвертое тело физическое, оно самое развитое, потом мы тоже будем больше и больше переходить в тонкие тела уже, но в высшую, и также планетарное тело, у него семеричный этап развития, скажем, активный семеричный, там 7,7, 49, 49 на 49, это все бесконечно, этот алгоритм мироздания, он прекрасен и великолепен и бесконечен, так вот, четвертая раса человеческая на планете Земля, она была самой развитой, то есть, когда в конце третьей расы лемурийской, когда люди были огромными великанами и жили с динозаврами, так, они дошли до такого этапа развития, когда им надо было переходить более в нежные тела, соответственно, нам прислали метеорит, да, он все там перевернул, вот, и плюс еще в лемурийские времена Земля была очень вулканическим вулканической планетой, она еще была очень огненная, очень мало было территорий, вот сейчас у нас 71% целевой, но считайте, это тоже стихия воды, жидкость, да, пар, воздух, соответственно, у нас имеет водород, да, плюс кислород, вот, дальше у нас H2O, а потом у нас пар, облака, потом они конденсируются, вода, вот, и соленая вода, это более конденсированная вода, понимаете, там минералы, кристаллы, другие, так вот, во время лемурийцев было более огня, соответственно, все надо было уже планету перевести на более тела, скажем, нежные, назовем это так, соответственно, началась эволюция атлантов, взяли вот уже тела лемурийцев, у которых не было глаз, было ухо, кстати, ухо самое древнее в создании ножей, вот, я тоже в интернете видела, я подписалась, сейчас вот на мои Мудро 21, подписалась на один тренатальный западный ресурс, там несколько миллионов подписчиков, и там опубликовали маленького человека, ну, как зародыш, да, он как такой скрюченный, и ухо, и он прям вот лежит как в форме уха, очень-очень классно, вот, зачем нам дан интернет, для творчества, для понимания, для нахождения вот этих ассоциаций, для расширения, для того, чтобы мы начинали учиться видеть вот эти причинно-следственные связи, закон причины-следствия, карма называется, прозвонил будильник, вот, опять, я ничего не успела вам сказать про землю, завтра воскресенье, завтра выходной, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, и в понедельник, как я говорила, на протяжении августа, пока вы все на каникулах, я буду вещать, вот так еще сама привыкать к этому, как проснусь, как подготовлюсь, как включусь, вот, а с первого сентября ровно в 14.00, так как у нас программы, занятия, передачи для молодежи 14+. Мудрой жизни 21 я зависла, благодарю вас, сегодня опубликуем уже на ютубе эту передачу, тоже мудро 21, и линки есть в телеграме на мудро 21, и, возможно, за завтра, в воскресенье, ВКонтакте, я освежу свою страницу, где я сотрудничала и с обществом знания, и теперь, вот, мудро 21, наш канал, который каждый день, выходной воскресенья, я выхожу вам в прямой эфир, скоро будем параллелить с ютубом эти прямые эфиры, благодарю за внимание, до новых встреч, в их мире. Пока! Пока! Пока!